Главное моё впечатление сегодня, пока, безобразные мы люди. Вот я часто говорю, ну, любить надо свою страну. И любовь эта должна выражаться не в болтовне и словах наших, а в делах. Ну, давно приняли решение заниматься льном. Сегодня уже даже поздно спорить, правильно ли мы это сделали. Я считал, считаю, а теперь и вы убедились в том, что мы поступили правильно. Посмотрите, раньше Франция, Китай, Россия, по мелочи, там Нидерланды, Бельгия, мы, Казахстан, может быть, немного, занимались возделыванием льна. Мы были на каком-то там шестом-седьмом месте, если не брать Советский Союз. А сейчас произошло то, что мы оказались на втором месте. Франция ещё немножко шевелится по производству льна, только качественно шевелится, в отличие от нас. Китай свернул производство, осталось совсем немножко. В Китае не хватает земель, площадей не хватает, посевных. Поэтому они занимаются производством продуктов питания, им недальна. Они закупают, если есть где купить волокно, в том числе и у нас. Россия тоже сворачивает и производство машин, которые были в Советском Союзе для переработки, и возделывание льна. А ведь люди в мире понимают, особенно те, кто традиционно пользовался продукцией, одежды из льна, медицина, косметология, бытовые ткани и так далее, полотенца, столовая, постельные пронадлежности. И люди всё больше и больше в мире склоняются к натуральному, к полезному. А для нас, Чернобыльской Республики, Украины и России, это вообще лекарство. Льняные ткани – это спасение для нас. И мир давно понял, особенно Европа, льну быть, а производители уменьшаются. Так правильно мы поступили, что когда-то занялись модернизацией производства, особенно здесь, на этом комбинате, это наша история. Абсолютно правильно. Вот ответили мы на этот вопрос, и жизнь это подтвердила. Но, казалось бы, чего у меня такое поганое настроение? Потому что мы безобразно относимся к этому. Походя по этим цехам, руководитель предприятия просто обмолвился. Вот короткое волокно, вот это сделали, это сделали. Прекрасные ткани делают из короткого волокна, мы их видели. Но это всего 30-35 процентов он переработал короткого волокна лучшего. А остальные 70 процентов, 65. Где это короткое волокно? Упаковал, куда-то отправил и так далее, что-то. Сам сделал 60-65 процентов, а то и 70 короткого волокна. Сегодня не дают того дохода и не дают той эффективности и прибыли, которую мы могли бы иметь.